Здравствуйте, дорогие коллеги! В отведенное нам время поговорим об освободительной миссии Советской Армии во Второй мировой войне. Вторая мировая война явилась суровым испытанием духовных, материальных сил многих стран и народов. История до этого не знала войны, столь тяжелой, разрушительной. Одной из особенностей этой войны было то, что в ней наиболее агрессивная эмпилистическая группировка во главе с Германией стояла вопрос не просто о переделе мира, а об уничтожении части народов и стран и озаривании мирового господства. Вопрос об освободительной миссии вооруженных сил нашей страны представлял собой такую актуальную идеологическую проблему, в которой тесты приплетались и приплетаются история, современность и будущее. Эта проблема на протяжении всех десятилетий является одним из главных и атакуемых объектов фальсификации истории Второй мировой войны. Тем более в наше время. По терминам освободительной миссии СССР мы понимаем борьбу нашей армии, нашей страны, освобождение нашей армии, нашей страны, тех стран, которые были заняты фашистской Германией. Цели СССР были сформулированы в таких документах, как речь из Сталина в начале войны, в последующих выступлениях, в односторонних, двусторонних соглашениях между СССР и чешским правительством, естественно, в эмиграции, в польской, в кровьевой, радовой народной и так далее. Главная была цель освободить народы Европы от фашизма, помочь государствам, освобожденным в создании или в возобновлении создания своих национальных государств, и оказания им помощи материальной, духовной и другую. Конечно, восстановить свободу в этих странах. Освещая события, связанные с освободительной миссией СССР, западные идеологи не желают усилий, буквально, даже еще когда война не закончилась, отечественная, чтобы представить СССР как полчаса барбаров, как зверей. Писали, говорили и говорят о том, что войну развязали и Сталин, и Дитлер. Пишут и говорят о том, что главные события происходили на фронтах Африканской театра действий в Европе, когда выцелили с Союзом. Конечно, этого не было и нет. Так вот, факт о чем говорят? Например, Румынию, когда освободили, ей безвозмездно были переданы 23 торговых судна, на 115 паровозов, 90% нефтяных вышек мы отремонтировали румынам. Про Польшу я вообще молчу. Сотни тонн продовольствия отправляли в Польшу, угля, продовольствия, которым самим нам не хватало. А степень от ожесточенности боев, я говорил, говорят, в общем-то, тоже простые факты. 28 миллионов почти мы положили своих отцов и дедов. 28 миллионов. Цифра не укладывается в голове. У них тысячи. Тоже много. Это ужасно. Это война. Но, тем не менее, потери-то несопоставимы. При обороне дома Павлова в Сталинграде погибло столько же немцев, сколько при захвате всей Франции. Тут, собственно говоря, и комментировать нечего. Наши писатели, поэты, журналисты воевали. Фронтовик писал. Был бой коротким, а потом хлистали водку ледяную. И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. И сегодня в литературе, в кино, в театре наша глубинная генная память воскрешает все события. Мы не можем этого забыть. Как мы можем это забыть? Я сам являюсь автором один этих книг и стихов. У меня масса стихов написано о войне, о наших дедах, отцов. Я прочитаю некоторые из них. Идут по улице солдаты, и я завидую отцу. Потептый китель, словно лата, ему особенно к лицу. Он чистит праздничным парадом свои большие сапоги. Но снова прячет их куда-то, не одевать же без ноги. Меня одетого в помоде, он в праздник видеть будет рад. А я и невиновен в роде, молчу, как будто виноват. И поборов себе тревогу, спешу на совесть, не за страх. Спешу к нему, как на подгонку, с цветами алыми в руках. И еще одно сокровение, называется 9 мая 1945 года. Пила и водку, и венуа. И так с утра уже сидела. Могла напиться бы давно, но почему-то не пьянела. Меня на улицу гнала. А там молва, гуляет зинка. И похоронная была, справляла по отцу поминки. Так вот, чтобы таких похоронок было меньше, или не было вообще, мы должны за мир бороться, когда мир на планете. Мир в Европе, на всей планете. И в этом отношении я считаю, что наше государство, наши хорные главнокомандующие делают все возможное, чтобы мы с вами спокойно жили, трудились, любили. Все, спасибо.